За июль месяц в Крыму в несколько раз уменьшилось количество туристов. В данном случае есть определенные сложности. Отели и спа-салоны пустуют, а на пляжах почти никого нет. В целом, логистика – это много родителей. Что же влияет на туризм в Крыму и как живет временно оккупированный полуостров, сегодня расскажем. Количество бронирований в отелях во второй половине июля сократилось на 45% в сравнении с первой частью месяца. Если мы говорим про последние, наверное, два года, то она ухудшила. 2022 год был слабым, понятно, почему полномасштабное вторжение. В целом, вся ситуация, она точно не влияла на какой-то успех. Если мы говорим про 2023 год, ожидалось, что будет лучше, но на 30% идет падение по сравнению с прошлым годом. Отели загружены только на 50-60%. В первую очередь, конечно же, с логистикой. Сейчас добраться до полуострова с российской территории достаточно сложно. В первую очередь, традиционные пути через Крымский мост связаны, мы не знаем, с чем, с хорошей работой за целую. Также сейчас есть проблемы с авиасообщением. Туристические самолеты там просто не летают. В тот момент 30% всего трафика, который был на полуостров, был связан с авиасообщением. Как мы знаем, авиасообщение не работает ни с Крымом, ни с ближайшими городами, типа Ростова-на-Дону и так далее. У туристов остается только два варианта, и оба небезопасные. Это поезда и путешествия на собственных машинах. Соответственно, если мы говорим про, в данном случае, возможности переезда, это поезда, которые плюс-минус еще как-то там полностью ходят. И это сложный, страшный и опасный путь через оккупированные территории Украины. Конечно, власти Крыма пытаются сформировать туризм любыми путями и подвергают людей опасности. Я смотрел статистику и не видел, что даже уже по этим маршрутам сформировали какой-то элемент туристического маршрута. Не знаю, насколько активно им пользуются, но пытаются. И еще одна главная проблема, из-за которой россияне не спешат ехать в Крым, это, конечно, страх. Инстинкт выживания у них все-таки работает. Вторая проблема – это страх быть просто в поле действия украинских спецподразделений, сил и в целом СССР, которые активно проводят разные действия на территории Крыма. На днях в СССР официально подтвердили поражение двух мостов – Ченгарского и Гениченского. Военные объекты в Крыму регулярно подаются обстрелом, а на Крымском мосту периодически слышны хлопки. Вот и публичные рашисты, путинисты и зет-патриоты почему-то предпочитают проводить отпуск не в Крыму или Анапе, а за границами своей родины, в частности, в странах ненавистного им НАТО. Расскажем далее, где отдыхают главные лицемеры страны в перерывах между тем, как оправдывают Путина и его войну. Нашествие путинистов на страны НАТО. Свои отпуска фанатики российского диктатора проводят с семьями не на Байкале и не в Карелии, а на лучших курортах Европы. Ксения Бородина – горячая брюнетка и ведущая шоу «Дом-2». Она прославилась тем, что вместе со своим мужем бизнесменом ворвалась в команду «Путин-Тим», чтобы, цитата, «помогать творить добрые дела». Бородина пела дифирамбы самому сильному мужчине России, которому не страшны ни коронавирус, ни санкции. Казалось бы, патриотичная Ксения должна бы поддерживать местный бизнес и патриотично бронировать отель в Крыму. Но нет. Ее страница в соцсетях пестрит фото семейных каникул из Бодрума, Парижа и, конечно же, таких любимых россиянами итальянских курортов. Мне тут всегда хорошо, особенно на юге Италии, особенно на Капри. Как мне вчера сказали, всегда сюда прилетай, тут твой дом тоже. И эти слова очень важны для меня. Я тут росла, тут прожила очень много приятных моментов. Хоть как любой ребенок, у которого друзья в Москве, просила маму оставить меня в деревне. Но потом обрела тут много друзей и стало намного легче. Так приятно. Я встречала на улице огромное количество знакомых. Еще одна расшистка, блондинка-телеведущая Лера Кудрявцева. Ее телеграм пестрит пропагандистскими публикациями. Вот якобы европейцы жалуются, что становятся все беднее. А вот Кудрявцев размещает очень странное видео и уверяет, что на нем мигранты пилят забор на границе с Польшей. А вот на странице телеведущей явно рекламная публикация, в которой популяризируют местные красоты. Анапу, Сочи и Геленджик. Правда, свой отпуск Кудрявцева проводят под пальмами Сент-Тропе. Вот она в легком платье на побережье. Фото подписала цитатой Эмигуэя. Люди всегда ищут короткие пути к счастью. Таких путей нет. Похоже, если не к счастью, то короткий путь к большим деньгам Смышленая Кудрявцева нашла. Она кричит, что русская и патриот и топит за пацанов-фронтовиков. Но заработанный на пропаганде деньги везет на загнивающий Запад, об обнищании которого писала еще вчера. Ее телевизионная старшая подруга, еще одна расшистка, называвшая себя ватницей Лариса Гузеева. В своих соцсетях она публикует фото с вечеринки. Тут и Лера Кудрявцева с мамой, и Лариса Удовиченко. Вино, сыры и морепродукты. Они поглощают на праздновании дня рождения в Болгарии. У ведущей Первого канала есть свои апартаменты в этой европейской стране стоимостью в 220 тысяч долларов. Видно, ватница Гузеева исповедует советский постулат. Курица не птица, Болгария не заграница. В соцсети рупоров Кремля, зет-патриотов, это правдивая изнанка российской пропаганды. Можно хвалить родину, но жить лучше за границей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова